2017 для Федерации профсоюзов Беларуси начался со значимого события. 10 января она была удостоена премии президента Республики Беларусь за духовное возрождение. Эта высокая награда была вручена ФПБ за ряд патриотических проектов, самым масштабным из которых стала реконструкция мемориального комплекса «Курган Славы». Наш символ победы сейчас приобрел новый облик, обретя былое величие. С демонстрации фильма об этом событии и началось расширенное заседание президиумов общественных организаций Солигорского района. Еще один фильм, который был представлен собравшимся, касался уже непосредственно нашего района, точнее результатов, которых он достиг за последние 10 лет. Вместе строили, вместе творили. Каждый присутствующий в этом зале внес определенный вклад, частичку себя, в то, чтобы наш Солигорский район и город Солигорск имели такой сегодня цветущий, красивый, благоустроенный вид. На сегодняшний день в Солигорском районе зарегистрировано 189 первичных профсоюзных организаций. Хороший показатель, которому следует стремиться и другим общественным организациям, подчеркнула председатель районного объединения профсоюзов Ирина Зубаревич. Это значительно облегчит дальнейшую работу и сделает ее куда результативнее. Но, несмотря на то, что с момента подписания пятилетнего соглашения между общественными организациями района, профсоюзами, ветеранской, фондом Миром и БРСМ, не прошло и года, список совместно проведенных мероприятий заслуживает уважения. Это солдатские будни, здесь живет ветеран, ветеранское подворье, наши мамы – спортивные дамы, новые имена 2016 и, конечно же, не забыт трудовым коллективом. Эта акция, по сути, и является основоположницей соглашения между организациями. А еще она нашла большую поддержку в области. Конечно же, много было сделано, много предстоит еще сделать. И хотелось бы, чтобы наши ветераны, особенно Великой Отечественной войны, жили как можно дольше, чтобы имела возможность вот эта преемственность поколений быть. Грядущая 30-летие ветеранской организации республики, в том числе и Сырегорского района, стала одной из главных тем расширенного заседания. В марте будет объявлен месячник, посвященный этому событию. Мероприятий планируется много, воплотить которые без помощи других общественных организаций, районной власти и предприятий будет крайне сложно. На заседании были рассмотрены и тут же приняты варианты нескольких интересных проектов. Дальнейшее проведение мероприятий патриотической направленности, где главная роль отводится молодежной организации, спортивных мероприятий, для участия в которых нужно привлекать как можно больше людей и даже целые семьи, также обсуждались на заседании, как и приближающийся юбилей нашего города. Все это было внесено в постановление, за которое участники заседания проголосовали единогласно. Еще одним приятным моментом мероприятия стало награждение самых активных участников жизни профсоюзной организации. Всем им были вручены грамоты от районного объединения профсоюзов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова